Всем привет! Мы на канале Бухай ТВ и сегодня мы будем готовить закусочку под водочку. Что нам для этого понадобится? Нам понадобится такой черный хлебушек, понадобится мне вчера подогнали, такой кусочек сальца, как говорится, домашнего копчения, как говорится, такая грудинка хорошая. Пару карташинок, заранее отваренных уже, как говорится, я отваривал их полностью чешуей, просто чешую снял. Ну и, как говорится, крымский лучок, говорится, у меня все заранее подготовлено. Регенты покажи. Ну и, соответственно, шпажки для того, чтобы это все. Мы начнем, как говорится, с хлебушка. Будем нарезать хлебушек такими небольшими лустами, небольшими лустами. Так что пару-тройку луст отрежем, сделаем, как говорится, наше канапе под водочку. Сегодня у нас будет интересная водочка. Интересная водочка будет у нас сегодня с Польши, польская водочка будет. Так что, так-то так. Ну что, ребята, вот так разрезаем хлеб на четыре части. На четыре части. На четыре части. Ну и, в принципе, сейчас я уберу это в сторону. Вот отсюда. Потом же, потом же, ребятки, нарезаем сальцо. Сальцо. Наше сало. Грудинка, она реально мягкая. Мне вчера подогнали, я уже ее, как говорится, покушал немножко. Такая четенькая грудинка. Что хочу сказать. Натуральное сало, натуральное сало, хорошо приготовленное, намного лучше, чем эти покупные сальцы и все такое. Ну и вот тут, так говорится, отрежем вот так. Нарезаю такими обычными кусочками, обычными дольками. Сильно не вырезался. Теперь, как говорится, давай начнем с картошки лучше. Картошечка, картошечка вот такими вот, как говорится, дольками. Кто может, хочет тоньше резать, я буду именно так резать. Кому как нравится. Кому нравится больше картошки, кому меньше картошки. Этот, кому как угодно, короче. Тут такой рецепт, что этот, чисто под закусончик. Ну и теперь лучок. Первый у меня пробный, как говорится, не получился отрезать. Ну и теперь лучок такими кольцами нарезать по чуть-чуть. Ну, лук можно потоньше резать, хотя это крымский лук, ну, не злой, не злой. Хотя есть у кого, ну, не крымский лук, обычный, зеленый, зеленый. Можно и зеленый использовать. Ну что, теперь, ребята, берем сальцо, сальцо такой кусочек. Картошечку, картошечку. Ну и лучок, колечко лучка. Ну и надеваем. Вот такая у нас, получается, канапешечка. Такая, сейчас. Ну и вот хлебушек, снова же на хлебушек. Берем картошку. Картошку уже. Ну, какая под руки попадется, такую, в принципе, можно и брать. Ну, лук тут есть и такие большие кольца, чтобы не болеть там крепко много лука, например. Можно такую, например, сделать, такую, с меньшим луком. Или меньшим луком. Ну, вот такие простые, как говорится, я бы сказал, даже крестьянское канапе, как говорится. Вот, обломалась картошка. Крестьянское канапе. Что, поставлено на канапаузу сейчас. Я сейчас все это сделаю. Все, в принципе, давай. Ну, что, ребята. Вот мы сделали вот такое вот канапе. Получается, как говорится, под водочку. Что здесь, хлебушек черный. Сальцо. Сальцо можно использовать любое. У меня копченая грудинка домашнего копчения. Картошечка отварная. И лучок, как говорится, крымский, как говорится. Можно украсить это петрушечкой. Ну, и, как говорится, это все дело будем мы пить под такую водочку. Ну, и, соответственно, мы еще под эту водочку, и под такую закусочку сделаем еще одну закусочку. Так что, ребятки, как-то так. Так что, ребятки, всем мира и добра. Сейчас мы сделаем вторую закусочку. Ну, и, соответственно, протестируем нашу польскую водочку. Давайте.